что пришли на халь не предупредили что приехали и предупредили даже когда въехали в ворота явились в даче это вообще беспрецедентная вещь совершенно сели в этой комнате и в его кабинете и предъявили говорят мне ультиматум либо значит я подписываю указ о чеченном положении либо я передаю свои полномочия янаеву либо это уже потом вареников либо я подаю в отставку ну он выразился непечатно присутствие баришки послал гордя их я им сказал авантюристы и предатели вы за это ответите черт с вами что с вами самим и будет но вы страну погубите вы народ толкнете на гражданскую войну в общем такой очень жесткий был разговор они пытались шантажировать там намекать на что-то такое вот ничем все это не кончилось они поняли что от меня ничего не получится больше того я тоже когда сидел с ними разговаривали я схватился за трубку для того чтобы позвонить там москву кому-то трубка также молчал как вот в эпизоде который я уже рассказывал самим собой ну мы походили поговорили тут значит всякие оценки были он говорит ну ладно надо спокойно все это обдумать давайте гор час разойдемся утром там потом подумаем что будет происходить вот что мы ведь бросили сегодня с тобой еще и телевизор включить что в москве может катастрофа там какие то все они вырубили оттенку потом боря там распорядился на другой уже день когда мы эту могли информацию эту пресс-конференцию янаевскую смотреть потому что пришли ребята и проволочками там вставили эти там жучки и тогда мы могли видеть плохо бедно на этот экран телевизор и за ним подходит телефонистка ну я значит говорю мне не соединиться антаси геевичу нужно срочно пересвязь послать материал один она говорит 6 не работает и как а я же с вами разговариваю поездка она говорит это случайно это случайно как-то оказалось антаси геевича не работает и его странно я шо делать мне мне жма тогда мне машину может быть дадите какую-нибудь я тогда себе ничем не могу там александр помочь вам ну я значит звоню шаг назарову говорю что вы давайте приносить мне я сделаю а там уже антаси геевич приедет мы что-нибудь придумаем то есть она не придала я я сперва не придала да никто из нас не придал значение она сказала что там что-то исправляется не волнуйтесь и ну вот наступил утро практически мы не спали так когда выходишь здесь вот стоит пост в будке и стоял незнакомый мне парень я подумал как мне генералов объяснил что привезли еще какую-то часть охраны чужих людей и я уже стал заводиться нельзя в это время олег по моему подскочил ко мне вы летели в самолете 19 вечера на военной самолете на котором ехал средство управления ядерным оружием да я не знаю кто ехал потому что генерал сказал что они связь вывозят они вывозили в общем мы ждали очень долго военный самолет был и был окружен тоже военными с автоматами и нас туда не пускали долго и мы наверное час если не стояли прежде чем нас пустили то есть мы ждали вот этих военных наверно да но они всегда в штатском а какие средства антон сергеевич вывозились еще то что что входит вообще в систему вот президентской связи управления ядерными то что за эти кнопки что это такое это вы извините и даже я не знаю что это за ящик это это какое какая-то большая аппаратура в общем которая контролируется только президентом только в его распоряжении он только располагает правом нажать эту самую кнопку ну как фигурально выражаясь выражается на этот на эту тему и вот эту связь убирали то есть вот эти люди которые сидели наверное в кремле просто открыть этот чемодан нажать на кнопку и наши стратегические ядерные силы пришли бы в боевую готовность и началась бы ядерная атака да тут я я боюсь и было ли там еще какой-то второй код который даже казинал только гробачев и без без этого кода нельзя было нажать этого я не знаю я просто на эту тему невозможно потому что если один человек в стране знает код тогда из случае его смерти страна не может воспользоваться своими ядерными силами ну хорошо я продолжаю относительно вот гробачев ну хорошо слушай после обеда давай приходи мы с тобой еще подумаем как нам действовать дальше после обеда я пришел ну раиса максимовна которая так сказать взяла на себя функции и министра по безопасности и бдительности тогда мы уже она нас умоляла не говорить громко в помещении потому что крючков поскольку они наверное заранее все это затеяли наверное жучков где-то растая вот она все время как мы только начинаем разговаривать вытаскивала нас на балкон выходим на один балкон взрослый на нас сразу значит с вышек бинокли направляют и трупы направляют и нагло значит по телефону сообщает объект вышел на какой-то балкон ну хорошо пошли на пляж всей семьей ну и она нас завела такой шатер мы там сели они пошли ближе к воде все остальные с детьми он говорит ну да вырвано из блокнотика так нервно листочки мне ручку дала потому что я с собой ничего не захватил и вот значит он мне надиктовал я вот что решил я буду на них каждый день давить буду предъявлять им требования одно другое третье будут отвечать не будут отвечать я буду предъявлять дальше требования вот давай первое минимальное а кто-то остался из них на даче как предъявлять требования если связи нету так вот этот генералов который представился я забыл это сказать когда первый раз он ко мне вошел после отъезда этой банды это заместитель плеханова заместитель плеханова я здесь оставлен за старшего и через генерала то есть вот я должен был генералу передавать чтобы генералов сообщал москву об этом об этих требованиях ну правда чтобы потом не возвращаться он мне сказал что у него нет прямой связи с москвой вот он сказал значит первое первое вот эта записочка восстановить связь пробачев и прислать правительственный самолет вот из двух пунктов я пришел мне солей отпечатали это все и я значит просил передать это генералу 20 когда утром мы встретились гравит ответа конечно никакого не последовало я потребовал от генерала что он передал москву или не передал москву он говорит связи у меня не было вот самолет полетел я самолетом передал эту записку вот это первое требование вот если бы какие-то документы или что-то как передать фельдсвязь все-таки она действовала регулярно все нормально аэрофлот летает он говорит ну скажите что вот пока это невозможно но вот завтра там где-то вот может быть все это все таки будет или нет ну опять же все уходили от это ответ три офицера фельдсвязи сидели там в заперти как и мы их никуда не выпускали мы были и газеты даже они нам обычно абсолютно все были отряды не самолетом ничем переда не было единственное что он мог это позвонить сюда сказать потому что потом это вот лично он тянул время тянул время успокаивал нас успокаивал всех понимаете чтобы и вот тогда на другой день михаил сергеевич говорит что ну давай говорит увеличивать нагрузку будем предъявлять им более высокие требования всякое может случиться пресс-конференция янаева когда было в понедельник вечер 19 вот когда нам эти уже проволочки в телевизор поставили и мы видели это и меня особенно забеспокоило и их тоже вот это его заявление что вдруг что значит они опять будут работать вместе что он не государственный преступник я сразу почувствую это ищет алиби на случай значит последующих действий и я прям горбачеву так и сказал что это очень опасное заявление вот после этого значит раиса максимума забеспокоилась насчет питания потому что им привозили в отдельные машины это питание и по моему борис предложил чтобы они ничего из этого не ели они своей столовой чтобы я предлагать конкретно им не предлагал но я сходил на кухню значит шеф-повару и просто поинтересовался что она сейчас есть на сколько где нам этого хватит потому что был определенный порядок доставки доставки этой пищи который был отработан уже годами и мы можно сказать ну на сто процентов более уверены а сейчас данная ситуация ну самое страшное чтобы не было никакой информации понимаете я просто этим поинтересовался что чем располагаем и насколько а вы какие меры безопасности приняли как лично лечащий врач мы так это оценили что мосты сожжены нужно быть готовым ко всему другой вопрос какие меры могли быть приняты я тут должен сказать о том что еще вот 18 вечером когда возникла эта ситуация и когда прибывшие представители уехали я поинтересовался генералу как в отношении здоровья Михаила Сергеевича мы будем дальше иметь возможности какие будем иметь возможности он был достаточно корректен сказал что конечно мы все сделаем для того чтобы отношения здоровья Михаила Сергеевича не было никаких но когда спросил конкретно но скажем а если вот потребуется мне какие-то медикаменты которые я обычно заказываю через москву через аптеку и получаю их как быть говорит он скажите мне об этом я передам плеханову это и через плеханова вы получите медикамент после этого мне стало ясно что обращаться дальше обсуждать какие-то проблемы да в этом плане не будет необходимости точно также и встал вопрос еще один из вас ну хорошо если скажем потребуется дополнительной профессиональной помощи могу я пригласить скажем врача да вы это можете сделать но вы должны хорошо подумать потому что отсюда он не вернется обратно мне было заявлено так что понимаете вот дальше вопросов конечно генералу я не задавал все было достаточно ясно и откровенно сказано ну вот вопрос питания конечно у нас волновал серьезно волновал потому что ведь вы понимаете что здесь скажем основное значение токсикологической исследования сложной логические исследования если серьезно подходить к этому вопросу мы конечно вместе не располагали этими возможностями поэтому речь шла о том чтобы максимально ограничить пищу которая могла быть доставлена со стороны и которая могла быть что-то спросил на сколько дней хватит питания шеф-повар она много дня натрия хватит питания ну как раз так нам и хватило ну так вот так мы и рассчитывали да что мы питание которые вот мы заказали позже мы заказывали также как будто все нормально идет заказывали питание используем ту пищу которая была дальше будем думать которую получили как быть до этого момента вы смотрите программу взгляд я займу ваше внимание исключительно для конкретной информации которая интересна нам всем сегодня и конечно самому президенту одной из ключевых фигур в организации заговора был шеф охраны президента товарищ плеханов а также его замы олейников и генералов кстати и адъютант горбачева владимир медведев который спешно собрал свои вещи и в один из первых дней уехал из фароса в свое время сидя за чаем в ново огорева похваливал сашу невзорова как раз в эфир шла программа со знаменитым опусом 600 секунд о генерале макашове и он говорил так вот саша наш парень не то что эти и кивал головой в сторону закрыты двери за которые шло заседание 9 плюс 1 но главный организатор из лиц второго эшелона это валерий болдин зав общим отделом цк кпсс и руководитель аппарата президента выпускник сельскохозяйственной академии валерий болдин был с горбачевым в 1978 года когда тот стал секретарем цк по сельскому хозяйству фактически он организовывал всю информацию которая шла к президенту дезинформацию которая шла к президенту вместе с ним этим занимался секретарь президента николай дебилов именно они как и подавляющая часть аппарата президента дезинформировали горбачева о ситуации в стране раздували антиельцинские настроения они сообщали горбачева о якобы имевших место военных действиях правительства литвы и латвии в январе и не случайно американский журнал newsweek за день до переворота 18 числа вышел с фотографии валерия болдина на обложке и заголовком горбачев слабый аппарат но аппарат оказался настолько сильным что смог нейтрализовать самого президента болдин держал в своих руках все или почти все даже вопросы безопасности решались через него ни один мало-мальски значимый вопрос не решался без болдина или без управляющего делами аппарата президента евгения быстрого который кстати по совместительству был вице-президентом коммерческого агентства мегаполис и членом исполкома московского совета заместитель быстрого народный депутат расфсер виктор гуляшка подписал свое время просьбу к президенту о защите депутатов россии от народа что стало поводом для введения в москву 28 февраля войск и боевой техники аппарат президента полностью контролировался из цк кпсс все или почти все назначения туда шли через кадры этой милой организации и отдельно пресс-службе карен карагезьян который сейчас активно работает с президентом лично звонил в управление информации министерства иностранных дел и организовывал пресс-конференцию хунты и еще некоторая информация о деятельности совета министров ссср еще в сентябре как вы помните николай рыжков тогдашний пример премьер раздувал истерику вокруг голода стране вся европа откликнулся на эти слова уважаемого премьер-министра и слала нам подарки посылки продукты для наших людей только та часть помощи которая шла по линии благотворительных организаций попала в руки у наших несчастных пенсионеров значительная часть этой помощи как и вся помощь по линии европейского экономического сообщества которая пошла в нашу страну с апреля а села на неизвестных складах местонахождение которых нам еще придется выяснить вероятно эти продукты были предназначены для того чтобы успокоить народ после победы хунты ну быть может быть это звучит жесткой но иногда тираны оказываются правы кадры решают все наш корреспондент вел расследование и в фаросе сегодня только фрагменты его материалов версии событий сотрудников седьмой пограничной заставы и карина шахназарова сына помощника президента который находился в 12 километров от дачи горбачева с чем он сразу же столкнулись в фаросе и прилегающих к нему землях так это с диаметрально противоположной скажем так оценкой присутствия дополнительных воинских контингентов в районе резиденции президента ссср сегодня с утра было опубликовано заявление президента ссср в котором сказано что подходы к его резиденции в течение 72 часов были перекрыты ваше отношение к этому заявлению я хотел бы сказать что подобное заявление нас буквально потрясло ввергло в шок почему потому что я с полной ответственностью заявляю что никакой изоляции президента со стороны войск в частности пограничников не было к слову сказать версию пограничников полностью разделяет и милиция не решившиеся на интервью комендатура или мото маневренная группа где служит майор дегтярев совместно с 7 и 8 пограничными заставами и с мордчастями погран войск осуществляет исключительно важную миссию охрану подступов к резиденции горбачева а тут даже такую деталь занятную сообщили что значит нашли пограничники офицеры с собаками когда их спросили чё куда вы идете они сказали горбачева брать я больше всего насторожил что на самом то деле сопротивление то в общем не оказывалось никакого он надиктовал мне вот эти новые более жесткие заявления которые вот он демонстрировал тогда на пресс-конференции мы его соли напечатали на бумажки такой плотный потом он его подписал от руки чтобы видно было что прошу передать мое заявление к миру и к народу и внизу подписал число поставил 20 число крым подписью и поставил вот мы сделали к серксе а видеоплёнки тогда же вы делаете видеоплёнки тут же об этом шла речь разговаривала речь за плёнкой раиса максимовна говорит она присутствовала потом при нашем этом разговоре куда вы рейс максимовна есть два пути по крайней мере мне известно и возможных я буду пробиваться вот я буду качать права никогда не про чек качал права на счет народного депутата буду качать права что у меня иммунитет никто не имеет права достать вот там объявил лукьянов объявил сессию верховного совета я имею право быть на сессии верховного совета я понимал что никто меня туда не пустит на трибуну чтобы я вышел но тем не менее значит вот давить тоже на них они психологически давили и на них тоже давить но они правильно решили у них вот у толи этого у зятя камера кстати прекрасный парень великолепно себя вел мы говорят ночью с ними потому что днем чтобы не было видно все они действительно там я там не был потому что если бы я туда пошел то ночью среди ночи было и вызвало подозрение правильно что туда не пригласили они сами там все это засняли в зашторенной комнате несколько вариантов засняли они друг от друга немножко отличаются и вот утром на следующий день раиса максимовна завернула в бумажку вот это все вот то что он показывал да 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 утром 21 да да утром 21 да она мне это в бумажке дала и мы рассчитывали вот на этот канал на оленьку потому что она молодая мать у нее ребенок годовой здесь остался в больницу попал мы тогда не знали что он в больницу попал у нее родители больно ты сама расскажи вам дали задание вывести эту пленку да нет это вот я ну давайте я расскажу значит я я понимал что ведь подставлять женщину молодую женщину с ребенком подставлять такое дело это очень рискованная вещь и конечно помните мы тогда уже вечером долго сидели смотрели телевизор она практически все время бывало ей негде было быть она была у меня в кабинете в основном я проводил все время в кабинете или у горбачева и она возле меня сидел и я потом уже подсел рядышком к ней и шепотом я и говорю оля вот такое дело вкручив телевизор на всю катушку начал мне шептать вот такое дело как вы на это анатолий сергеевич никаких вопросов не может быть я это сделаю самое главное как мне отсюда вырваться я говорю спрячьте это куда-нибудь ну вот тут вот это было произнести что она в штанишки зашьет но оказалось что когда штанишки зашел при себе на силу никуда не девалась это ольга ну это когда вот мы первый день когда уехали эти эта компашка когда ольга села против меня если бы слышали они какими словами она их характеризовала эту публику это это было что-то невероятное как она их крыло наступило 21 число уже прошло да прошел что попытка штурма белого дома вот самая такая да мы в ужас когда мы узнали это мурло сообщила нам о том что в ночи произошли инциденты да утром уже пошла программа где сообщили да 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 мы в ужас пришли вот я говорю что они на все пойдут вот они уже доказывают что пойдут и тут напряжение так сказать нарастало 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 да 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 знаете пожалуй вот самой серьезной так сказать было сообщение которое мы поймали опять BBC которая сообщила о том что якобы крючков разрешил группе депутатов вылететь сюда в форос чтобы убедиться в плохом состоянии Михаила Сергеевича 21 число утра об этом мне Михаил Сергеевич сообщил наверное часов в 11 это было он меня попросил я пришел он мне об этом сообщил что вот такое и к этому вопросу вот мне он вчера говорил что здесь он уже узнал что вы ламывали руки здесь врачам медицине чтобы они дали заключение о его болезни но честь их надо сказать что никто из них дайте нам контакт нет я не знаю кто он называл по-моему Щербатский Щербаткин Щербаткин и еще кто-то они категорически отказались это делать но здесь вы ламывали им руки чтобы они здесь дали заключение они отказались без контакта с больными что вы провоцировали грубо провоцировали говоря о том что мы обращаемся к вам с такой чисто человеческой просьбой Михаил Сергеевич находится в очень трудном положении не исключена возможность его ареста для того чтобы ему помочь каким-то образом мы его очень просили вас дать медицинское заключение причем скустив максимально краски чтобы мы могли потом это заключение использовать каким-то образом чтобы помочь Михаил Сергеевичу это говорил Плеханов это говорил Плеханов так что видите вот вопрос о нашей атмосфере эпизод там еще были две женщины массажистка Таня и медсестра Лариса они мне говорят Анатолий Сергеевич ну что же вы в кабинете сидите целый день давайте вот там мы пойдем нет Саша я просто вот когда к нему зашла первый раз после посещения генералова то бишь значит 18-го вечером я увидела что он не в себе то есть он был весь красный я говорю Анатолий Сергеевич что случилось вообще у вас на вас лица нет он говорит как со мной все нормально пойдем к зеркалу подошел к зеркалу посмотрел что это нормальные глаза а когда я утром пришла уже вот 19-го и далее 20-го то есть у него действительно он уже потом это признал глаз там не было видно совсем что было за пределами вот самое страшное мы не располагали вообще никакой информации и вот честно говоря вот так вот если бы нам предложили вот сказали бы вот даем вам машины даем самолет там вот я бы не знаю какое бы мы приняли решение конечно бы не я один его принимал принимал бы и президент но с моей точки зрения куда нам ехать на чем хотя сказали бы самолет был можно на нем лететь куда лететь без информации без связи мы видимо в Турции только наверное в такой ситуации да нет вообще если бы был представлен какой-нибудь транспорт для эвакуации вряд ли наверное решились воспользоваться этим транспортом просто такой ситуации не было понимаете она не возникала конечно и мало вероятно что она бы возникла вот ну мы бы видимо все-таки никуда пока не дымились значит вы охранили дачу и вот главный дом охранили где находился президент вот их решимость связанная с тем что сейчас сказал Горь она проявилась вот в последнем эпизоде когда приехали вот это уже значит это 21 число первое число когда приехала эта публика там Язов Лукьянов Ивашка Бакланов опять Крючков все они Лукьянов да и вот они спускают они конечно Леханов опять их возглавляет они проехали тоже без спроса неизвестно но ничего вот они доехали до этого поворота и вот эта сцена потом когда мне Танька прибежала сказал Анатолий это было красиво Саша это было вынесли это было красиво потому что из кустов отовсюду ребята выбили скалашников стоять стоять и там вышли шоферы они перегородили дару с ума сошли стоять то есть они видимо решили что приехали за Горбачевым забирать его Саша поменят твои слезы на глазах от этой сцены то есть тот последний день который уже был трещащий момент и здесь понимаете здесь уже вот до того за эти два дня все это вот ну все таки обрабатывается какая-то слоя даже информация там с климом все таки делаем вот какие и здесь уже чувствуем что вот наступает тот момент это все вот критический момент я опять собрал ребят и говорю ребят вот для чего вы мы работали все время вот это может наступить я говорю ясно всем все ясно ну и набросали быстренько что как уже все тогда это ну последняя ситуация значит они приехали Горбачев их не пустил вот пока значит вот они преградили им дорогу здесь автоматами кто-то побежал сюда Горбачеву и пока Горбачев не разрешил их пустить и они значит здесь стояли вот на спуске потом их завернули сюда в служебные помещения и вот здесь они сели Горбачев сказал что принимать не будет и Улканова тоже да и сказал Борису вот возьми их под охрану и никого не упускай он им дал вообще разговаривать с вами не буду пока не включите связь это первый был да когда они приехали а потом пришло сообщение что едет делегация из РСФСР мы знали что едет две делегации понимаете опять же все в одной комнате приемник слушает значит ну в этот последний момент там как раз вот уже был такой ну не усиленный а крайний вариант в доме находился находился три офицера личной охраны помимо меня потому что больше сил у меня не было и в основном находились вокруг дома и в гостевом доме которые могли произойти могли произойти основные события не в этом доме даже пока а в том доме если что-то началось то началось скорее всего там что они наверняка ворожи вы тоже были понимаете да и тянули уже в последний момент всех ребят которые у нас были которые сделали это все не знаю четко все все грамотно и значит сказал что если с этой стороны главных ворот или с противоположных ворот машины или кто-то посторонний пытается пройти вот за это невидимое еще то там у нас был или этот приказ открывать это вот здесь уже был вот вот